На днях в Чувашии побывали руководители двух управлений Министерства обороны России Александр Шевченко и Николай Паршин. Они сообщили о заключении трехлетнего контракта шумерлинским заводом спецавтомобилей на большую поставку мастерских в боевые подразделения. Кроме того, по поручению министра обороны России Сергея Шойгу, завод обеспечит специальный техниковый учебный центр в Острогорске, где ведется подготовка младших специалистов автобронетанковой службы. Военные вообще высоко оценивают потенциал шумерлинских автомобилестроителей. Ну а наша съемочная группа решила узнать, что еще хорошего произошло в Шумерле за последнее время. Устав от бесконечных разговоров о долгах, бездействии властей, коммунальщиков, о тяжелом положении промышленности и других проблемах, жители Шумерли с радостью отмечают позитивные изменения. И первые приметы – строительство новых детских садов. Их появилось два. Один построен на бюджетные средства, второй – на предпринимательские. К тому же при школе номер 6 открыты две группы. И в конечном итоге обеспеченность детей дошкольным образованием составила 80%. По республике этот показатель чуть ниже – 75%. Но, что особенно радует родителей, старые детские сады тоже не остались в стороне от преобразований. Детсад «Радуга» после реконструкции ничуть не хуже, чем новостройки. Мы были очень рады, что попали сюда, потому что садик реконструирован, он новый. Посмотрите, и окна теплые, и игрушек здесь полно. Мария с мужем и дочками Ярослава и Сашенькой перебрались в Шумерлющий Боксар. В столице снимать квартиру дорого. А тут с помощью родителей удалось приобрести собственное жилье. И с садиком особых проблем не было. Компенсацию платят вовремя. А если заплатили все в срок и вовремя, то 50% с полной суммы нам возвращается на наш счет. Электронный, на карточку, на сберкнижку у кого куда. И в последующем мы эти деньги берем и платим вновь. Понятно, что работать в садике стало намного легче. Неотвлекаемые бытовыми проблемами воспитатели и другие сотрудники откровенно признаются. Совсем другое дело. Все у нас отлично. Картофельчистка у нас есть, жарочный шкаф есть. У нас все, плиты хорошие, овощерезка у нас есть. Овощерезка хорошая и протирочная, овощерезка. Все у нас есть. В программу модернизации образования попали и шумерлинские школы. Только на оборудование для столовых израсходовано около 2 миллионов рублей. Еще столько же на оснащение школьных лабораторий и на учебники. Учебники получаем бесплатно. Уже какой год? Второй год, наверное. И для нашей семьи многодетной. Это ощутимо. Была специальная мебель для начальной школы. Правильная, чтобы у ребенка не портилась осанка. Чтобы дети изначально могли сидеть правильно заниматься. 90% учащихся в Шумерле охвачены дополнительным образованием. То есть практически каждый ребенок посещает либо кружок, либо студию. Это едва ли не самый высокий показатель в республике. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика.